Второй видеоролик по 71-й школе детей советских военнослужащих в Ютербок. Первый ролик мы с вами успешно закончили. Это вестибюль. Вот здесь можно считать, что мы зашли, хотя мы зашли в другом месте. В первом ролике мы видим, где мы заходили. Выходим, то есть заходим в школу. Мы уже прошли все эти этажи, два. Наша цель сейчас посмотреть, может быть, если удастся. Чердачное помещение и подвал. Ох, как же нам лучше сделать. Вот как мы сделаем. Сразу на чердак пойдем. Потом подвал. Вот здесь мы зашли. Вот тут мы зашли, уважаемые участники группы. Показываю эту дверь. Странку идем подвал. Ах, извините, на чердак. На чердак. Посмотрим, обозначимся. А потом уже будем. Через подвал пойдем, может быть, в спортзал. Не поторопился ли я. Небольшая комнатушка. На правую. Очень небольшая. Вот мы с вами на чердаке. На правую. Посмотрим. Это сам чердак. Мы здесь с вами нашли один раз журнал учащихся школы. Гога, Рюша, Кент, Кент. Это все внутренний дворик. Это все на крыше. Были помещения, видимо. Конечно, они использовались. Без всякого сомнения. Использовались. Ох, нужно посмотреть. Фонарь свой выключен. Как бы нам так. Вон находится уже казарма. Попробуем увеличить. Что там у нас объектива? Это здесь была башня. У нас, получается, за ветвями. Это не получилось. У нас. Это спортзал. Мы в него тоже намерены выйти. Косулей нет сегодня. Следующее помещение на крыше. Может быть, какой-то были кладомочки. Может, классы. Может, что-то хранилось. Скорее всего. Заходим на крышу быстренько. Тут уже можно нам быстро пробежаться. Здесь мы с вами поднялись. Мы на крыше. Куда-нибудь загляну. Было бы неплохо. Вот тут мы посмотрим. Ах, мы опять вышли на эту сторону. Тут дырки есть, но в таком месте, что туда лучше и не залазить. где-то мы здесь с вами находили. Находили журнал. Все я тут уже потом проверил. Увы. Увы. Пару книжек там каких-то нашел. Посмотрели. в чердак. Смело идем в подвальное помещение с вами. И через переход парзал на этом закончен. помните, где мы находимся? Спортивный зал. Вот здесь мы с вами зашли. С вами только топот. Вот мы в подвал спускаемся. где-то свет, наверное, пригодится. Там дальше тоже есть. Я заходил. Ничего интересного. Небольшие помещения подвальные. То есть в подвале еще один подвал. Вот только зашли сразу направо. еще правее. Плохо с освещением, но уже как должное будем принимать. Фонарь у меня не мощный. Он туда в ту сторону, если мы налево, поэтому пойдем уже в сторону спортзала. Мы же пока сюда идем. Еще раз направо. Очень темное помещение. Тут дверь. Ну, уже светлее помещение. Это дверь. Внутренний дворик. Давайте выйдем. это вход к очагарку. Конечно, мы войдем в него. Надеюсь, видеоролик будет интересен. Не только этот, но и первый участникам групп. Как я говорю участникам групп, это участникам двух групп. Куда ж мы с вами шли? Да, мы зашли снова. Вот тут мы зашли. Дверь закрой. Продолжаем движение. Вот здесь вход центральный. Помните, мы здесь отмечались с вами как бы центральный вход, не центральный, другой. Вот другой трасс на второй этаж. Давайте если мы с него спустимся, так, будем думать направо. Помещение. Одно глухое, а другое не очень. Следующее. Что-то тут написано было. это туалеты, ребята. Туалеты. Уж не знаю. Дамские или не дамские. Непонятно. Ну, невлажно. невлажно. Ну, снова продолжаем движение сюда. Вот тут будет кочегарку налево пойдем. Сначала посмотрим сюда. тоже видим всякого рода помещения. Душевые, туалеты. Будем говорить подсобные помещения. Вот кочегарка. Тут темно, но это как раз там, где вспоминается лесанка что-ли была. шторы висят. висят. Самодельная полочка. трубки на месте партохранители. Следующая комната очень темная. Шуму только наделали с вами. кочегарка. и вот сама кочегарка или котельная. у нас есть участники группы, здесь работали. как жалко, что не видно ничего. Ну, надеюсь, поверите, что это кочегарка. Что-то у нее фонарь стал плохо работать. Вот здесь мы заглядывали. Хорошо когда светло. эти двери заходили. Еще в подвальном помещении мы ходим. Вот здесь мы заходили с вами. Помните, я говорил вход. Теперь мы входа налево пошли. Помещение слева медицинский кабинет. в подвале напротив помещение с аркой. Арка какая-то была. Вот арка. Видно, не видно. в подвале суха. Это слева помещение. Это мы уже находимся почти под под крыльцом. Это слева. Что мы шли здесь. Пойдем в те двери. Вот эти двери. Это под крыльцом все находимся. Жалко, что не видно. здесь мы с вами не ходили, но сейчас пройдем. Один написано. это мы как раз с вами находимся под крыльцом. Вот видно сломанные спиленные деревья, доска. Видимо класс это был. Ну и потихонечку уходим сразу налево. Вот арка. Арка. Мы зашли сюда справа. Мы же идем здесь вот комната уж не знаю назначение. Давайте в окно выменим. Вот окно. Видно, что здесь было здание в начальной школе. Это мы находимся где столовая. Карлов это было столовая. Вот мы к ней туда и добираемся. раковины. Это уже класс. Наш доска несет. Налево продвигаемся здесь. плита действующая. Если будет даже подключена если энергию подвести она будет работать. видимо это помещение здесь кухня или тут готовили быть может зал зал который сам сама столовая ранен был актовым залом якобы это подключ и кухня в в в в в тут еще один будет выход здесь в самом начале первого видеоролика мы смотрели на вход который с этими дверями если в него войти вот за спиной сразу начинается через небольшой коридорчик с левой стороны подсобное помещение далее уже сам этот зал красный красным цветом кладовки окрашены кучки написано кладовка сухих продуктов тут мало видимо кто бывал из нашего брата это все подсобное помещение обычный школьник тут быть не мощь по определению молочная или что тут такое мойка была может и были потому что везде могли дети использоваться как помощники надо же помочь тетеньке овощной видимо тут ствол был не могу готовая продукция да готовая продукция здесь полуфабрикаты написано еще крутится вентилятор если видно включать не будем все ребята мы закончили здесь видеосъемку если так можно назвать видеосъемку мы попознавения конечно я бы этого не делал никогда если бы я видел в интернете подобные видео и фото конечно я бы не рискнул дублировать или продолжать поскольку нет многим интересно вот это я и стал оператором на старый след ребята выходим здесь мы отметили с вами надеюсь помните да мы покрутились тут тоже можно что-то включить но не будем вот здесь доска мы с вами сейчас здесь как раз под крыльцо и мы сразу входим сюда направо вот крыльцо сейчас в центре как раз под ним находимся сейчас мы зайдем в одно из помещений она как раз да вот полукруглая как раз крыльцо документация противопожарной безопасности здесь можно в дырку пролезть и она будет как раз под крыльцом дверь конечно не полезет здесь пролом нам тут тоже не надо мы раньше пролазил не знал что здесь есть дыра вот тут дверь мы переходим с вами в пристройку который ведет спортзал вот мы уже в пристройке вот она вот ступеньки здесь пробегает крыша вот направо первый кабинет доска тут есть буквально вчера комментариях к фото сетовали сетовали участники группы нет этих помещений есть они все на фото может быть не на вчерашних туалетная комната очень много материалов не только по этому объекту а с вами все что можно запечатлеть на фото и видео здесь в трубок в других гарнизонах в других гарнизонах они у нас запечатленные я болтаю но вы смотрите куда я иду это после туалетов первая дверная левая это направо сразу все они одинаковы одинаковы по своей запущенности разрухи да только пропустишь вот не были вы в моем классе вот заканчиваются учебные классы или какие-то помещения другого назначения мы переходим сейчас в спортзал вот он вот тут пролезли вот вышли тут хоть светлее вот это уже к спортзалу мы пришли окна посмотрели окна заложены в спортзал давайте сразу посмотрим направо какая там аудитория окна можно посмотреть ну дальше уже спуск туда в город Ютрбок вот мы оттуда с вами зашли были в этом помещении на второй этаж пока мы не пойдем заходим в это помещение посмотрели посмотрели и пока остро пахнет зверем тут может быть енот какой тут или лиса не дай бог без палки даже туалеты туалетные комнаты тут же видимые душевые не будем задерживаться тут двери открылись вот мы в самом спортзале вот он спортзал я посматриваю все чтобы не отключилась у меня камера то у меня бывали случаи делаю видео что-то говорю комментирую а оно стоит просто и камеру что-то рассказывал тут еще мяч мое мнение что будет с этой школы с этими зданиями это будет снесено так не хранится если хозяин хочет продать какую-то вещь объект то мало ли чего что хочет продать и вы со мной согласитесь надо содержать на ближайшем состоянии а не так лишь бы взять чтоб под снос как не жаль ну вы и сами видите в каком все состоянии хотя бог его знает я бы очень я бы был рад как и все мы чтобы это все сохранилось мы зашли в ту дверь выходим в эту нам нет разницы где ходить все дороги ведут а здесь тоже дверь была тут я не знаю где давайте я ничего не вижу но можно посмотреть через корсунную руку вот уже тут все его настроили это новенькие дома это отельная сторона нам осталось нам осталось с вами подняться на второй этаж и на этом способе мы можем завершать наш сегодняшний экскурс вот здесь вот здесь как раз они запах резкий поднимаемся на второй этаж перила целы вот здесь вот здесь можно увидеть эти домики что рядом построены ярко-солнечная погода не то что здесь у нас помещение здесь можно забраться на крышу не будем мы забираться ну куда пойдем давайте пойдем налево налево маленькая комнатка давайте в окно посмотрим посмотрим там вот в окно вот 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 вот